В спортивной школе Олимпийского резерва проходит финал Кубка губернатора Московской области по тяжелой атлетике. На соревнованиях более 130 спортсменов из 15 муниципалитетов. Честь Люберец защищают 17 человек. Подробности у Богдана Колесникова. В первый день состязались девушки. Участницам соревнований от 14 до 17 лет. Спортсменки выступают в порядке увеличения веса штанги. Люберчанка Кристина Баймасова на третьем подходе заявила 28 килограммов в рывке. Это не предел. Я буду дальше участвовать и поднимать больше и больше. Сначала я даже не знала о таком виде спорта, а потом уже узнала о тренера. И он меня пригласил на тренировку. И вот тренируюсь уже 4 года. Спортсменок поддерживают тренеры, болельщики и семикратный рекордсмен мира по тяжелой атлетике Вячеслав Клоков. Его рекорд по подъему штанги в толчке – 247,5 килограммов. В 80-е годы тяжелоатлет тренировался в Люберцах. Когда я вижу представление, сколько выходит участников, молодых, красивых ребят, девчонок, сердце радуется. И хорошо, что власти поддерживают зал. Я периодически приезжаю. Прекрасное место прям такое, оно намоленное в среде. Прям пользуется уважением у всех штангистов российских. И мне это приятно, что тренера, к сожалению, с возрастом уходят. Приходят молодые ребята, но традиции сохраняются. Подобные турниры, они, так скажем, мотивируют и создают необходимость развивать инфраструктуру этого вида спорта и в общем. Хочу, конечно, безусловно поблагодарить руководство Министерства спорта Московской области, потому что в очередной раз они делают ацент на нашем городском округе. А тяжелая атлетика для Люберец – это, так скажем, традиционный вид силового направления спорта. По результатам трехдневного турнира будет сформирована юношеская сборная команды Московской области для участия в финале спартакиады школьников России. Его проведут в следующем году. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.